Я вижу лицо, плохое лицо чьё-то. Умом понимаю, конечно, что ерунда, что это вот как облака на небе. Кто-то видит в облаке, допустим, собачью голову, а кому-то кажется, что это бифштекс на тарелке. Я умом понимаю, но всё равно неприятно. Здравствуйте, дорогие друзья! Я сразу хочу попросить прощения за то, что сегодняшний выпуск — это не разбор преступления. Я даже не стала давать анонс в сообществе, как я обычно делаю, просто потому что нечего анонсировать, нет в этот раз криминальной истории. Зато есть разговор житейский, человеческий, очень откровенный. Если кому интересно, пожалуйста, оставайтесь. Я так подумала, что, наверное, мне необходимо объяснить кое-что тем из вас, кто регулярно ждёт моих выпусков. Я знаю, таких людей становится всё больше, за что огромное, правда, огромное спасибо. Что со мной случилось и вообще что происходит? Я начну издалека, но постараюсь кратко. Месяца три назад я решила переложить часть своей работы, именно монтаж на внешних исполнителей, то, что всё я сама да сама. В первом месте, куда я обратилась, мне радостно согласились помочь, но, правда, точно так же радостно, быстро и вежливо отказались со мной сотрудничать, сослались на какую-то причину довольно невнятную. Но да ладно, во втором месте завязалась переписка, и эта переписка как-то быстро остановилась. Слово «быстро». Остановилась она не по моей инициативе, мне просто перестали отвечать, писать, отвечать. Ну что ж, ничего не поделаешь. Стала я работать, как и работала, вернее, продолжила в том же режиме. Сама снимаю, сама монтирую. И вот в прошлый месяц так вышло, что мне пришлось очень много заниматься своими собственными делами. И я поняла, что нужно либо переносить выпуски видео, нарушая график тем самым, либо всё-таки найти кого-то, кто будет делать мне монтаж. И я нашла контакт специалиста, который и звук чистит, и свет корректирует, и склейку делает, и видеоряд накладывает. Ну, в общем, гений и спаситель. Вот даже песня такая вспомнилась. «Помните, где же ты раньше был? И где была раньше я?» Ну, в общем, я облизала губы и стала писать этому человеку, мол, хочу, хочу звук, хочу свет, хочу видеоряд, хочу, хочу ваш монтаж. Давайте, пожалуйста, будем работать. Ну, первый вопрос. Какой бюджет? Да любой, говорю, любой бюджет, без разницы. Мы за ценой не постоим. Я на всё согласна, я на всё готова. Высылаю я этому человеку ссылку на свой канал «Анна Ханна». И спустя три, может быть, три с половиной минуты получаю ответ. Вот, сейчас. «Наверное, не смогу вам помочь. Как-то у вас всё печально, грустно. Я вам по характеру не подхожу. Боюсь притянуть карму ваших рассказов». Карму ваших рассказов. Я испытала два чувства. Первое было такое острое, моментальное. И это было чувство, как будто меня ударили сзади разделочной доской по затылку. А может, даже и не сзади, а вот прямо в лоб. Даже вот физически. Физически я как-то это почувствовала. Я походила, повздыхала, сделала сама себе непрямой массаж сердца. А потом всё-таки села и открыла свою последнюю работу. Попробовала взглянуть на неё глазами вот этого человека, монтажного специалиста. Мне кажется, он молодой. Возможно, он монтирует какие-то клипы с анимацией, может быть, какие-то пранки клеит. И вот я представляю, как этот человек открывает мою работу, последнюю или предпоследнюю, в принципе, любую из, ну пусть будет последнюю, и что он там видит. «Милая девушка, мы не знаем, как вас зовут, но надеемся, что вы нам поможете. Вы наш единственный шанс. Умоляем, спасите. Вы снимаете комнату в доме у мужчины по имени Виктор, но вы не представляете, что он за человек». Я отпугиваю. Пришло второе чувство. Второе чувство — это ощущение тупика. Три раза мне отказали в платной услуге. Может, это какой-то знак. Может, я куда-то не туда забрела. Ведь я на самом деле, тётка-то, не страшная. Я наоборот, весёлая, смешная даже. Ну вот просто нравятся мне криминальные истории. Не то чтобы нравятся, но нравились во всяком случае. Беседа о жизни. Вот словно я рассказала, и мы с вами на примере какой-то тяжёлой истории порассуждали о людях, о жизни. Почему я говорю «мы»? Потому что, судя по отзывам, ни одной мне это нравилось. Аудитория росла. Оказывается, таких людей много. Я втягивалась, привыкала к своему новому образу. Здравствуйте, дорогие друзья, я Анна Ханна. Анна Ханна, кстати, это не псевдоним. Меня действительно так зовут. Анна я для друзей и для родственников. А Ханна — это моё официальное имя, так записано в паспорте. У меня, получается, два имени и два дома. Один дом в Польше, другой в Турции. Это я говорю сейчас для тех, кто, может быть, случайно попал на это видео, и, может, кому-то это интересно. Мы с мужем владели частным отелем в Польше, потом мы его продали, и решили жить в своё удовольствие, заниматься тем, чего душа пожелает. Я думала, вот как может выглядеть моё удовольствие, что-то такое для меня удовольствие. И пришла такая мысль, что было бы, наверное, хорошо открыть канал и что-то там рассказывать. Только вступая на эту дорогу, я не предполагала, какие опасности могут меня на ней ждать. Первая опасность — это именно то, что было моим главным двигателем и мотивом. Вот интерес к истории преступлений. Как так? Жил человек или там жила-была семья, всё было хорошо, а потом вдруг что-то пошло не так. И случилось непоправимое. Вот любопытно было найти ту точку, откуда пошло не так. Случайно или не случайно это произошло? Можно ли было это как-то предотвратить? Вот попробовать в этом всём разобраться и в конце подвести вывод, свой собственный, безусловно, субъективный, личный такой житейский. Я это делала с удовольствием, пока не обнаружила, что эти мрачные рассказы как-то влияют на моё настроение. А потом уже и не только на настроение, но и на самочувствие. И кажется, что эти персонажи проникают в мою собственную жизнь. Вот кажется, я сейчас выйду из спальни, а на диване у меня, например, Мохов сидит или Насырова за столом ногти пилочкой пилит. То, что было интересно, стало постепенно обременять. Я стала всё больше побаиваться этих жутких сюжетов. Мне надо всё больше и больше времени, чтобы отходить от этих видео. Но график выпусков обязывает выдавать видео в срок. И что я делаю? Я сажусь, мобилизуюсь и готовлюсь, и делаю. И вот она, вторая опасность. Я бы назвала её страх аншлага. Понимаю, звучит странновато, но сейчас попробую расшифровать. Я когда открывала канал, у меня, естественно, подписчиков не было. И я выступала как будто перед пустым залом. Зрителей нет. Конечно, я готовилась, я старалась, но я ничем не рисковала, поэтому и не нервничала. Ну, не видят меня, ну, ничего страшного. Если кто-то вдруг посмотрит и кому-то понравится, это будет просто здорово, я буду счастлива. Если никто не увидит, ну, это тоже не катастрофа. А если кто-то увидит и не понравится, ну, и это не конец света. А вот с ростом аудитории возрастает и ответственность за каждый выпуск. Нельзя накосячить, нельзя разочаровать, нельзя допустить, чтобы новое видео было хуже, чем предыдущее. Ведь у тебя аншлаг, ты должна сделать что-то такое вау, ты должна выдать ломовой хит. Вот я размещаю анонс в сообществе и читаю, например, вот такую запись. Я ещё не знаю, о чём будет видео, но на 100% уверена, что это шедевр. Возможно, вы не поверите мне, но правда, в такие минуты я ощущаю вот тут вот лёд под диафрагмой. Мне становится не по себе, потому что мне кажется, что вот именно сегодня это и не шедевр совсем, потому что нельзя клепать шедевры каждые две недели. Я сплю, и мне снится, что я выхожу в зал, там публика рукоплещет перед выступлением. Я знаю, что эти люди собрались задолго до начала концерта. И я понимаю, что я приготовила слабый концерт. И вот это вот просто какой-то кошмарный совершенно сон. Я боюсь, когда пишут лайк не глядя, потому что это как бы одобрение авансом в кредит. А я очень опасаюсь кредитов ещё вот со времён гостиницы, когда у нас был бизнес, и мы эти кредиты брали. И вот это вот чувство тревоги и страха, оно у меня осталось ещё вот с тех времён. Я боюсь не оправдать ожиданий, потому что ожидания высокие, завышенные. И в громадном, действительно громадном количестве положительных отзывов я таки найду то, что я подсознательно ищу. Вот Анна, истории стали тухлой и рандомной. Неинтересно совсем. И вот этот лёд, который здесь у меня под диафрагмой, он разлетается по кровеносным сосудам. Мне становится холодно и стыдно. Интересно, Анна, а вас саму не тянет выпить после вашей работы? Я не абстинент могу выпить бокал белого вина именно после, конечно, после работы, не во время, потому что во время это совершенно невозможно. И вот раньше, да, бокалом белого вина я отмечала выход каждого подкаста. Это было на таком подъёме для блеска в глазах. Это было что-то такое вот вроде празднования успеха. Сейчас для меня бокал вина — это скорее способ снять напряжение. Оно вот почему-то не снимается. И блеска в глазах у меня нет. Глаза какие-то матовые, что ли. Я понимаю, мне сейчас напишут в комментариях, что не матовые, надо говорить, а мутные. Но вот мне кажется, что мутные — это помутившиеся как-то так вот на время, ситуационно замутнённые. А вот матовые — это когда они матовые перманентно, вот постоянно. Это как будто глаза, выключенные из розетки. И вот мне кажется, у меня они сейчас как раз такие тусклые. Вино вином, а вот уже в пятницу вечером надо думать над следующей историей, искать тему, выбирать, строить эту историю, создавать её там у себя в голове. Правда, каждый выпуск для меня особенный. Вот я целый месяц провела у дочки в Щецине, и дважды я ездила к себе домой в Зелёную гору, чтобы там проводить съёмки, потому что в доме у дочки делают ремонт соседи, и там шумно, там неудобно. Поэтому 220 километров, и я еду туда, где тихо, тихо и спокойно. Правда, при этом очень холодно, потому что в нашем доме сейчас никто не живёт. Мы в Турции, там нет отопления, вернее, не включили мы отопление, и там очень зябко. И вот я приезжаю вечером накануне съёмки, готовлюсь, перечитываю, тезисы складываю там по порядочку. На следующий день горячий чай, свет, звук, микрофон, камера, лампы, всё настраиваю, сажусь, стараюсь не стучать зубами, потому что холодно. Проверяю в зеркало свой нос, не покраснел ли он. Подкастов я там сняла два, про Матеуша и про Мохова. И вот про Мохова я снимала, наверное, на самой нижней точке депрессии. Вот навалилось буквально всё, вот всё сразу, какой-то такой груз и тяжесть. И тему про Мохова я выбирала, по принципу, наверное, клин клином вышибает. Вот чем хуже, тем лучше. Я думала, что это мне как-то поможет отбиться от дна. Вот чем хуже мне, то пускай тем хуже будет мой персонаж. Хотя все мои персонажи, мягко говоря, не очень симпатичны. Готовиться нужно серьёзно, выжимать максимально. Если говорить об источниках, то следует брать всё, что только есть в открытом доступе. Вот Мохов. Я посмотрела все документальные фильмы о нём, все новостные выпуски, интервью, разборы интервью. Я прочла все статьи. Я прочла книгу Кати. Я прочла книгу Графа. И я не просто читала, я ещё и там много чего выписывала, думала. Для меня каждая история — это вот как ствол и ветки. Вот Мохов, подземный клещ, такое жуткое чудовище с пенопластовым сердцем, девочки, которые чудом спаслись. Это ствол. А ветки, ну вот отношения, нездоровые отношения мужчины с матерью, кривое правосудие, вот эта журналистская такая экстремальная гонка за сенсацией, это чувство жертв. В общем, я всё это собрала, я это сняла, я смонтировала, я творчески выстрадала это видео, я его технически довела дома, я его выложила, и я жду, ну что же, что же скажут. И знаете, что скажут? А у вас брови не одинаковые. Вот, понимаете, это был один из первых комментариев. Ну, против лома, как говорится, нет приёма. Это, наверное, здорово, потому что это смешно. А вот смеха в моей жизни сейчас как раз очень не хватает. Ну да, вот брови не под линейку, но зато хоть ноги, слава богу, ровные. Но я жаль, что я не могу их прям тут в кадре показать. Делайте выпуски чаще, верните каждую пятницу. Мне очень приятно, спасибо большое. Но это невозможно одному человеку. Это не под силу. Если учесть, что кроме производства видеороликов, есть ещё какие-то другие дела, не связанные с Ютубом. Да порой даже и две недели недостаточно для того, чтобы выпустить качественный продукт. Вот бывает так, что я не успеваю проверить готовый материал. Вот я выпускаю видео. А потом оказывается, что там есть неточности, есть ошибки в титрах. Например, там эти переверзивы, эти вы меня ещё услышите, обо мне ещё услышите. И в комментариях произрастают такие реплики, что «Анна, я от вас не ожидала такого». Да я и сама от себя такого не ожидала. Просто я не успеваю. Вот знаете, с одной стороны, делай чаще, с другой стороны, готовь всё лучше. Это взаимоисключающие пожелания. Нельзя и то, и то. Как говорят поляки, «Альбо рыбки, альбо аквариум». Ой, вы знаете, я действительно хотела бы наболтать такой лёгкий, смешной, задушевный, приятный, положительный выпуск. Перебрать какие-то сценки там из жизни отеля, трагикомические, которых было немало, или просто из жизни. Ведь есть действительно что вспомнить. Хотела вот как-то разбавить эту грумую атмосферу криминальных историй, но я вышла из формы, я сдулась, я как-то не в ударе, скисла, вот видеомонтажёры от меня шарахаются. Да и не здоровится мне. Я лежала в постели, просто лежала в постели, потому что не могла встать. Вот было нехорошо. И в субботу у меня даже была такая мысль вообще закрыть канал. Я сама себя спрашиваю, а чего ты хотела? Ты хотела, чтобы канал рос, так он растёт. Твоя мечта сбылась? Сбылась ещё. Как сбылась? А почему тогда аппетита нет? А почему тогда кошмары по ночам снятся? Я думаю, вот эта Анна, Ханна, она меня как-то перерастает. Я ведь не актриса, не диктор, не журналист. Если бы я владела одной из этих профессий, я думаю, мне было бы легче намного, потому что этих людей профессионально учат, как отделять сферу чувств от работы. Диктор он читает, актёр играет, журналист преподносит материал. Вот именно материал. А я не могу отодвинуть эмоции. Я не могу отодвинуть эмоции, и поэтому я весь этот груз беру на себя целиком и полностью. Есть Анна Ханна, которая каждый второй вторник красит глаза и спокойным голосом рассказывает страшную историю перед камерой. И есть просто Анка, которая три дня монтирует то, что снято, а когда уже всё готово, то ходит, вздыхает и грызёт ногти. Я сейчас расскажу вам об одном случае, который произошёл со мной недавно. Это даже не случай, а так, эпизод. Но важный для меня эпизод. Мы живём в Кемере, в Турции, но иногда мой муж забирает меня на несколько дней в отель просто для того, чтобы ничего не готовить, лениться, расслабиться. И вот однажды вечером в ресторане турецкого отеля ко мне подошла женщина, милая женщина, и сказала, «Здравствуйте, Анна, я вас смотрю». Я совершенно обалдела. Это было волнение такого масштаба, что даже не знаю, с чем его сравнить. Наверное, как в пионерском лагере. Мне 13 лет, вечер, дискотека. Как там дискотеки называли? Массовка. Массовка. И ко мне подходит самый красивый мальчик из старшего отряда и приглашает на медленный танец. «Вау!» Говорю, «Как вас зовут, волшебная фея?» Она назвала своё имя. Это женщина из Германии. Мне было очень приятно. Муж говорит, «Так ты теперь селебрити, получается?» «Ну да, селебрити». Это было радостно. На некоторое время, да, меня обуяла радость. А потом, как кипяточком обожгу, я стала перебирать в памяти, вспоминать судорожно, а что я ела в тот момент? А что, если я ела спагетти? Честное слово, я совершенно не умею красиво есть спагетти. И вот я стала представлять, как я сижу, значит, сгорбившись над тарелкой, и у меня изо рта вот свисают эти длинные макароны, спагетти. И вот моя зрительница, которая там, «Здравствуйте, дорогие друзья, я нахан», видит, как вот эти вот макароны висят. Боже мой! Ну потом, нет, думаю, нет, всё-таки это были не спагетти. Я мобилизовала всю свою память. Это была рыба. Я, наверное, в тот день ела рыбу. Но опять-таки рыба. А что я делала с косточками? Я их вынимала изо рта. И вот, в общем, начались какие-то со мной маразмы, какая-то паранойя стала происходить. Я думаю, так, я теперь на виду, на меня люди смотрят. Значит, что? Значит, надо учиться правильно есть, хотя бы в общественных местах. Есть не в смысле правильно питаться, там, белки, жиры, углеводы, калории. Нет, вот именно, я имею в виду, процесс правильно поглощать пищу, согласно этикету. И ходить надо, выровняв спину подиумной походочкой, ставя ноги в так называемую третью точку, в общем, надо вести себя так, как вела бы Анна Ханна, вот эта рассудительная женщина, которая разбирает сложные случаи. И вот решила я, что я такой видеосветоч, просветитель людских душ. И в связи с этим, конечно же, надо держать марку, держать фасон. Как только я это решила, сразу же в комментариях я нашла вопрос «Анна, а как связаться с вами лично?» Время от времени такие вопросы поступают. Я даю свой электронный адрес, и мне туда зрительницы пишут свои истории, делятся, либо предлагают темы для разбора, либо указывают на какие-то неточности, может быть, в моём изложении. Написала я свой электронный адрес, и моментально, вот сию минуту, я получаю извещение на мейл, что пришло сообщение, письмо. Письмо не от зрительницы, а от зрителя. Мужчина решил сделать мне королевский подарок. Он выслал фото своё, но это было не фото лица, а фото фрагмента тела от талии и ниже, практически до колен. И вот, знаете, если с бровями там неровными это смешно, действительно забавно, прикольно, то вот это совсем не смешно. Вот это не смешно. Это что-то такое, что моментально даёт мне повод задуматься. Я, наверное, изобрела куда-то не туда. Ну не могут, значит, Светочу, просветителю слать такие открытки. Значит, что-то я, наверное, всё-таки не то делаю. В общем, свой почтовый ящик я решила больше никому не открывать. Извините, но мне так спокойнее. Анна, смотрю, у вас все пять лет, но раньше было лучше. Только не обижайтесь. Я канал открыла в 2020 году, сейчас 2023. Не знаю, откуда взялись все эти пять лет. Не люблю фразу «только не обижайтесь», потому что, мне кажется, это моё личное дело — обижаться или не обижаться, как вообще реагировать. Но вот это раньше было лучше, всё равно вот жмёт и царапает. Вот жмёт и царапает. Понимаю, что не надо это воспринимать слишком близко к сердцу, но я не понимаю, как это не брать близко к сердцу. Я ценю своих зрителей, но, правда, не со всеми зрителями я на одной волне. Вот под видео про Алюну Верди по непонятной мне причине, то и дело зрители мне терпеливо объясняют. Анна, выражение «носить корону на голове» — это не в прямом смысле. Это не значит, что у человека действительно корона. Просто он несёт себя с достоинством. Неужели вы об этом не знали? А ещё под видео про Литвиновых аналогично пишут, только про другое выражение. Анна, вот такая странная. «Взяв тебе голую босу» означает, что взял бесприданного, а не то, что на невесте нет одежды и обуви. В общем, если надо объяснять, то не надо объяснять. Елейный, сахарный, блаженный, душный, притерный, фальшивый, загробный — это всё о голосе, если что, моём. Зайдите на канал «Записка Ричарда». Вот как надо рассказывать истории. Учитесь и берите пример. Зашла. Никакая не записка, а записки. Записки Ричарда. Ну да, есть такой канал, действительно. А только зачем брать пример? Чтобы что? Чтобы повторить? Чтобы сделать то же самое? Так ведь это уже есть. Или вот ещё автору «Никогда не стать второй Еленой Погребежской». Да согласна полностью. «Никогда не стать. Мне очень нравится Елена, но у меня нет задачи становиться ею. Зачем мне быть второй Еленой, если я уже Анна?» Или вот там «Беззастенчивое подражание Оксане Пушкиной». Но вам до неё далеко. Сейчас потребитель контента находится в очень выгодном положении. Сейчас столько всего, что можно искать, выбирать, перебирать. И в конце концов находить то, что тебе хочется. Это вот как шоколад в супермаркете. Многие любят шоколад, но некоторые покупают исключительно молочный, такой сладкий, вяжущий, вот он прям липнет к зубам. А другие любят шоколад горький. Для них шоколад должен быть непременно такой суховатый, такой горький, чтобы вот когда ломаешь, он аж звенел. Вот точно так же и с криминальными историями. Кому-то нравится Ричард, а я делаю так, как умеет делать я. Осуждает Кристину Журавлёву, а сама точно такая же. Не вижу сходства между Кристиной и собой. Я не веду страничек в соцсетях, меня нет ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке. Когда-то, правда, была страничка на Фейсбуке, но это было очень давно. Я перестала её вести, мне это неинтересно. Я там пользуюсь только мессенджером. Я ничего не продаю, я ничего не рекламирую, я не фотографирую своих близких и не выставляю их фото в интернет. Но вот зритель почему-то видит так. Ни раз, ни два, ни три попадались замечания, что я завидую. Чаще всего мне пишут, что я завидую Татьяне, жене колбасного короля, Татьяне Маруговой, плохо скрываемая зависть. Ну вот умею я завидовать, а зависть, наверное, скрывать не умею. Я вот прячу её, прячу, а она всё равно выливается, вот прёт, как каша из горшочка. Ничего не могу с этим поделать. Мне ещё частенько пишут, что я завидую покойным. Насте Трапицель и Юлии Началовой. Ну, наверное, зритель прав. Ну и традиционное. Как всегда, сходите к филологу, откорректируйте речь. Куда сходите на приём? У нас филологи не принимают. Я автора комментария спросила, если можете, проконсультируйте вы меня, пожалуйста, онлайн, платно. Я действительно хочу исправляться, я хочу быть лучше. Окажите мне, пожалуйста, такую услугу. Но нет, как бы не так. Вот такого много всякого. Кто вам тексты пишет? Ну, напишите, пожалуйста, вы мне текст, если мой вас не устраивает. Опять-таки, я куплю у вас этот текст. Впрочем, вы можете его не только мне, вы его и себе можете написать. Напишите и перед камерой красиво перескажите. Ну, кто мешает? Ну, опять-таки, тоже нет. Кстати, по поводу производства текстов. Хороший текст в наши дни — это, увы, большая редкость. И порой даже профессиональные журналисты не могут справиться с задачей написать вот живой, сочный репортаж или очерк. И я уже однажды рассказывала, по-моему, как нам для отеля создали рекламную статью. Да, я рассказывала, по-моему. Я когда прочла эту статью, я поразилась. Понимаете, хорошо, когда язык объёмный, колоритный, но очень плохо, когда он приукрашенный. В этой связи я хочу рассказать историю, как однажды давным-давно, зимой, поздно вечером, мне понадобилось, не помню с какой стати, найти цветы. И в одном единственном киоске я нашла один единственный букетик. Вот три гвоздички, какого-то неестественного голубого цвета, завёрнуты они были в хрустящую-хрустящую красную плёнку. И каждая гвоздичка была ещё обсыпана, так щедро обсыпана золотой пудрой. Вот не хватало только ещё вот по лампочке вставить, чтобы уже достичь такого градуса красоты, вот что просто в глазах от неё пекло. Но на самом деле это же убого, это бывшие цветы. Они были живые и свежие, пока их там не окунули в эту странную голубую краску, не засыпали этими блёстками. Их умертвили этими улучшениями, просто умертвили. И мне их было откровенно жаль. Вот и тот текст. Тот текст тоже напомнил мне тот же самый букетик. «Мёртвый, красивый, улучшенный букетик». Отвечая на вопрос, кто мне пишет тексты, говорю честно, никто мне их не пишет. Некоторым моя речь кажется убогой, а некоторые, наоборот, считают, что она слишком сложная. Зачем так сложно говорить? Нельзя ли проще слова подбирать? Можно. Можно, в принципе, даже самые сложные слова пантомимой заменить или мимикой. Но тогда, опять же, серьёзные люди нахмурят бровки. Взрослая ведь женщина. Зачем так мордой хлопотать? Закройте этот канал. Кому интересно обращение? Кто у нас закрывает каналы на Ютубе? Глубоко уважаемый каналозакрыватель. Канал уважаемый глубокозакрыватель. Услышьте голос разума, как говорится. И на вершине хит-парада замечаний я нашла нечто совершенно особенное. Вот я думала, меня уже ничем не удивишь. Ну вот ничем не удивишь. А всё-таки, оцените, пожалуйста, оригинальную мысль. Уши придают вам возраст. И вообще, такое впечатление, что они вам мешают. Впечатления. Как говорил поэт и песенник, и в процессе представления создаётся впечатление, что уши вам мешают просто жить. Эх, уши, уши, что же вы со мной так? Я прочла, что уши растут всю жизнь, с возрастом мочки увеличиваются. Сейчас мне ещё 60 нет. А что же будет, когда лет через 20 они вообще отрастут до какой-то критической длины? Как их тогда носить, интересно? В общем, не знаю. Я не знаю, чем мне сейчас заниматься. Может быть, оставить криминальные истории, а вернуться, например, в троллинг. Но троллинг — это неинтеллигентно. Троллить — это значит глумиться над людьми. И Макеева потребовала, чтобы я убрала ролики про неё. И я убрала, потому что действительно как-то некрасиво. А может, продолжить истории отельные, хотя отельные истории — это уже было. Это уже было и прошло. Это уже в прошлом. В общем, не знаю. Надо думать. «Снимайте о достойных, порядочных, хороших людях». Что значит «снимайте»? А кто будет это смотреть? Ну вот, правда, не обижайтесь. Ну кому нужны условные Иван да Марья, которые достойно прожили жизнь, собрали достойный урожай, из плодов сварили вкусное варенье и теперь сидят, значит, за столом с накрахмаленной скатертью и пьют с этим вареньем чай. Но вы лично будете это смотреть? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Правда, я хочу знать. Сейчас прочту комментарии, на которые я обещала ответить публично в сегодняшнем выпуске. Просто такие вопросы я уже встречаю не первый раз. Вот он, этот вопрос. Когда мы смотрим про убийц, про жестокость нечеловеческую, хотя почему нечеловеческую, ведь это совершают люди, про издевательство над детьми, что это такое в нас? Я не хочу быть таким человеком, кому это интересно. Но почему я выбираю смотреть подобные подкасты про расследование, а не послушать что-нибудь из классики, например? Я не могу себя узнать в последнее время. Меня тянет только в это. Что не так с нами всеми? Ну, мы живём в тревожное время, нестабильное, точнее, стабильно беспокойное. И поверьте, ни одна сентиментальная мелодрама, ни одна романтическая новелла, только криминальная история, именно криминальная история способна затянуть слушателя, зрителя, читателя в обстановку, в которую он теоретически может и боится попасть, но пока не попал. Это вот обстановка преступления. Мне кажется, эта тяга к страшному с одной стороны любопытство, а с другой стороны удовлетворение базовой потребности в безопасности. Потому оно и будоражит, и успокаивает одновременно. Кроме того, я читала, что некоторые люди воспринимают криминальные истории как репетицию реальной угрозы, продумывают сценарии самозащиты, как вести себя в опасной ситуации. Мне кажется, это касается только реальных историй, именно реальных, которые случились в действительности. А вот с книжными, выдуманными так не работает. Да, но одно дело, когда их только слушаешь. Они и пощипывают, и увлекают, и своя собственная жизнь после них кажется более спокойной. А вот когда сама начинаешь их готовить и рассказывать, то это уже совсем другое. они накапливаются, они постепенно утяжеляют голову. И ты не сразу замечаешь, что эти истории начинают тебе как бы ласково подмигивать, улыбаться из той самой бездны, о которой все так много говорят. Помните, если долго всматриваться в бездну, то она начинает всматриваться в тебя. Что такое улыбка из бездны, я поняла, когда о чем-то задумалась и остановила взгляд на пододеяльники. Узор на пододеяльнике — это амфоры, лепестки какие-то, но эти лепестки складываются в черты лица, глаза, рот. И это не хорошие глаза, и это не приветливый рот. Я вижу лицо, плохое лицо чьё-то. Умом понимаю, конечно, что ерунда, что это вот как облака на небе. Кто-то видит в облаке, допустим, собачью голову, а кому-то кажется, что это бифштекс на тарелке. Я умом понимаю, но всё равно неприятно. Во всяком случае, постельное бельё я решила поменять, потому что спать неуютно. Возможно, это признак уже какого-то просто психического заболевания. Не знаю. Не знаю, как быть. Знаю совершенно точно, что нельзя делать работу из последних сил, даже если это работа любимая. Так что придётся остановиться на какое-то время. Отдаю себе отчёт, что статистика упадёт. Понимаю, что не услышу волшебной музыки денег. Это всё понятно, но здоровье всё-таки дороже. Вам же огромное спасибо за то, что вы берёте меня с собой на прогулку, что я езжу с вами в общественном транспорте, в наушниках, что вы со мной готовите, наводите порядок дома. Но особенно мне приятно знать, что звук моих рассказов помогает вам уснуть. Спасибо. Пожалуйста, не ставьте мне лайк до начала просмотра или прослушивания. Не только из-за того, что Ютуб его может не засчитать, а из-за того, что видео может вам не понравиться. Вдруг сегодня это будет не шлягер. И напоследок, чтобы быть человеком твёрдым, уметь противостоять всяким реакциям, необходимо, наверное, носить либо каску строительную, либо корону царскую. Но это, конечно, образно, не в прямом смысле. Не подумайте. Может, кто-то не понимает, что это образное выражение. Я, например, раньше не понимала, но мне объяснили, и теперь я знаю. И всё-таки мне кажется, что именно настоящая корона, а не образная, она как-то надёжнее. И знаете, что я сделала? А вот что. Пошла я, разнобровая и длинноухая женщина, в магазин для аниматоров. Подошла к турецкому продавцу и елейно-сахарным, блаженно-душным, приторно-фальшивым, загробным голосом спросила, а нет ли у него случайно для меня короны? И, по-моему, турецкий продавец даже обиделся. Он сказал, «Вай, сестра, если хочет, пожалуйста, переходи около полка». И действительно, там была целая полка завалена разными коронами. Я выбрала самую большую. Мне кажется, она даже не уместится в кадр, боюсь. Посмотрите, как она вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok